В ближайшие три года в Омске построят более полутора миллионов квадратных метров жилья. С нормативами наш город вроде бы справляется, но становится ли от этого жилье доступным и качественным? К чему вообще ведут такие жилищные гонки? Почему в Красноярске новостройки ограничивают 8 этажами, а в Амстердаме 60% квартир – это социальное жилье? Здравствуйте, это программа «Урбанизация», и сегодня мы обсудим жилищный вопрос. Итак, возможно ли в Омске качественное жилье и при этом доступное? Об этом сегодня мы будем говорить с заслуженным архитектором России, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук Альбертом Михайловичем Каримовым. Здравствуйте, Эльберт Михайлович. Также с нами сегодня представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Омске Максим Александрович Репин. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте, коллеги. Ну что, сейчас предлагаю тогда сразу первый сюжет посмотреть о том, что же строят у нас в городе. В 2015 году в Омске планируют построить 640 тысяч квадратных метров жилья. Новый микрорайон в центре города – один из примеров комплексной застройки. На бывшей территории судоремонтного завода в ближайшие 6 лет возведут 21 высотный дом. Два уже сданы. В основном это квартиры класса комфорт – двух- и трехкомнатные. Сейчас на новостройке хоть и есть поддержка государства, но спрос все-таки небольшой. Количество предложений превышает количество спроса. Дефицит покупателя, он, собственно говоря, заставляет нас двигаться достаточно гибко в предложении. То есть у нас постоянно появляются какие-то, какого рода стимулирующие акции. 60% всей недвижимости в Омске – это сегмент эконом-жилья. Элитный сектор не востребован и не развивается. Платежеспособность населения, говорят эксперты, в последнее время снизилась. Рынок вторичной недвижимости тоже замер. Востребованы новостройки, приобрести которые можно по более выгодным государственным ипотечным программам. Если государственное субсидирование, значит, с минимальной ставки 11-25, то на вторичное жилье, ну, 13,5-14%. То есть все равно разрыв мы имеем большой. Один из трендов, повторюсь, это продать вторичное жилье, купить первичное жилье. Ну, если говорить об общей статистике, то, наверное, первичное жилье – это все-таки около 42 тысяч за квадратный метр. Вторичное жилье – около 46-47 тысяч за квадратный метр. При этом предполагается, что через два года в Омске появится жилой комплекс с доступной ценой – не больше 30,5 тысяч рублей за квадратный метр. Квартиры в четырехэтажных домах на проспекте Королева получат работники в бюджетной сфере и военные. Строительство планируют начать уже в этом году. Ну что, у нас в городе сейчас десятки площадок жилищной застройки, но при этом ситуация такова, что, наверное, процентов только 10-15 населения города могут позволить себе купить квартиру. При этом, наверное, процентов 5 из этого количества человек могут позволить купить эту квартиру с помощью ипотеки. То есть где-то 80% населения Омска, они квартиру себе даже не могут позволить купить. К сожалению, вот эта идеология панельного, типового, высотного строительства, она, к сожалению, перешла и на очень элитные наши площадки. Это площадка Зеленого острова, это площадка территории СИП-завода, это площадка набега Иртыша. А кому это жилье? Интересно. Ну, естественно, олигархи и люди, которые, так сказать, имеют достаток определенный, им это просто неинтересно. Они в таких домах не живут. А население, как мы, так сказать, и так далее, то у нас нет возможности купить это жилье. Так для кого это строится, высотное жилье? Безусловно, вопрос однозначен. Это строится только с коммерческих целей. Как бы с квадратного метра территории получить как можно больше выход жилья. Хотелось бы там иметь, конечно, более качественное жилье совершенно другого уровня. Почему бы, например, не построить террасные дома, которые бы на Зеленом острове, которые бы прекрасно спускались бы, так сказать, к Кирпичу. Ну, да, при этом вариантов там много. Мы вот чуть позже в программе покажем такие варианты. Они сейчас появляются, кстати, не только в Москве, а там в Красноярске тоже очень интересные есть варианты застройки. Я сейчас хочу у вас, Максим Александрович, спросить, почему так происходит и какой тут принцип, если мы все-таки говорим про доступность жилья. Правильно или нет так рассуждать, что чтобы было жилье доступным, нужно строить как можно больше? Недвижимость – это более экономически сложный товар, поэтому вот здесь нужно более глубоко исследовать социально-экономические факторы конкретного региона, детально исследовать спрос и фундаментально подходить к тому предложению, которое есть, для того, чтобы понять вот эту равновесность рынка. То есть для каждого города должен быть свой рецепт? Безусловно, и только так, потому что рынок недвижимости от иных рынков отличается именно тем, что он локально привязан. Но для Омска вы бы какой рецепт прописали, например? В чем вот у Омска проблема? Еще до кризиса 2008 года в течение года мы строили более миллиона квадратных метров жилья. И так делали в течение нескольких лет. У нас на рынке недвижимости был кризис перепроизводства, и в этой части было большое давление переизбытка объектов. Слишком много было предложений. Да, безусловно. И, кстати, подойдя к сегодняшней ситуации, можно сказать, что ситуация совсем иная. Сегодня на рынке предложений, несмотря на также достаточно активную застройку, у нас чуть более 4000 предложений, которые в целом соответствуют нормальному сбалансированному развитию рынка. Давайте сейчас графику посмотрим. Сейчас режиссеры нам покажут на видеостене, каким образом, что строят и как строят в городах-миллионниках. Вот мы смотрели объемы жилищного строительства в 2014 году. Омск, к сожалению, на вот эти докризисные показатели, какие были до 2008 года, он так и не вышел. У нас вот сейчас 640 тысяч квадратных метров. Это меньше, чем по России, потому что мы видим вот такие же миллионники, они там и 800, и 900, но при этом средняя стоимость квадратного метра, она тоже ниже, чем по России. Я хочу сформулировать 7 принципов, которые могли бы повлиять на цену, оптимизировать цену жилья. Первый – это хороший участок. Хороший участок, который не имеет колоссальных затрат по сносу и так далее. Второй фактор – это принцип девелопмента. Когда объединяется возможность муниципалитета, например, владения земельным участком, и возможности бизнеса. И когда объединяются вот эти два направления, то получается продукт, который способен решать вопросы и пополнения местного бюджета, и создавать качественное жилье. Третий фактор – это стоимость инженерного обеспечения. Нужно переходить к автономным системам инженерного обеспечения. Крышные, котельные, принцип рекуперации, тепловые насосы и так далее. Это все есть. Солнечная энергия, ветроэнергетика. Далее – эксплуатация объекта. Мы покупаем дешевое жилье, но потом эксплуатация объекта, она очень дорогой оказывается. Теплопотери, дискомфортное жилье, лифтовое хозяйство, насосы, которые поднимают воду на высокий этаж и так далее. То есть сегодня нужно ввести паспорта эксплуатационных качеств объектов, чтобы недвижимость не покупали кота в мешке, а знали показатели. Дальше ипотека. Ну, естественно, ипотека. Потому что при такой системе, если Канада – 1%, Германия – 4%, Саудовская равня – 0%, 17%, 19%. Ну да, у нас даже льготные 11% – это все равно тяжело. Это, естественно, не позволяет приобрести соответствующее комфортное жилье. И, наконец, типология. Мы не говорим, что нужно строить только малоэтажные строительства. Дома должны быть разной типологией. Дома для инвадитов, престарелых, дома для молодежи, высотные дома. Арендное жилье должно быть построено, арендное жилье. Да, мы об этом чуть позже поговорим. Максим Александрович, насколько этому все соответствует у нас? Безусловно, эти принципы все помнят и стараются соблюдать. Однако практика вносит свои значительные коррективы. По самым последним исследованиям, качество комфорта проживания в жилых домах в одну из первых очередей определяет коммерческая инфраструктура в комплексном развитии территорий, в конкретных микрорайонах. То есть, насколько в них есть доступность торговых площадей, магазинов, аптек, клиник, детских садов. Ну, социальная, да, инфраструктура. Социальных и коммерческих объектов. То есть, насколько это развито, именно это и определяет комфорт проживания. Вот с этой точки зрения, как вы считаете, насколько те дома, те комплексы, которые у нас строятся в Омске, насколько они качественны с этой точки зрения? Я, к сожалению, как профессионал, не встречал в нашем городе конкретной политики развития коммерческой инфраструктуры в жилых микрорайонах. Она не разработана архитектурой, не опубликована и не рекомендуется к использованию застройщикам. Поэтому, собственно говоря, у нас вакуум правил. У нас нет правил, как это делать лучше в нашей среде. То есть, кто во что гораст. Вот пока не определены правила, к сожалению, так и происходит. Ну вот смотрите, какая ситуация интересная получается. Мы, значит, сейчас по всей России уже идет тенденция, что мы должны выйти по темпам жилищного строительства на показатели конца 80-х. Вот Омск, все, он вышел. Вот мы нашли информацию, что в 87-м году в городе возвели 650 тысяч квадратных метров. В 14-м году мы вот видели 640. Но при этом возвращаемся к качеству инфраструктуры. Вот у нас информация, что в конце 80-х в Омске построили 13 школ, 38 детских садов, 7 больниц, 2 санатория-профилактория, более 40 магазинов и предприятий общепита, кинотеатр Первомайский, 3 дома детского технического творчества. При этом ежегодно в жилых микрорайонах сооружались освещенные хоккейные коробки по 10-15 в каждом районе города. Сейчас данные, ну, они не то чтобы скромнее, они практически ничтожные. Коллега правильно сказал, он слово произнес такое сакраментальное, правила застройки. Тогда действовал СНИП. Обязательным было строительство определенного количества детских садов, школ, объектов соцкультбыта. И не только количество, но и определенного расстояния. Каким образом можно регулировать и контролировать этот процесс, об этом поговорим во второй части программы. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а сразу после нее в программе прозвучит мнение московского эксперта. Он расскажет, каким последствиям может привести такая жилищная гонка. Вы смотрите программу «Урбанизация». Сегодня мы говорим о жилье. Выясняем, может ли оно быть качественным и при этом доступным. Какой вариант нашли в Амстердаме, покажем чуть позже. А сейчас предлагаем вам послушать мнение московского эксперта, который уверен, что в погоне за квадратными метрами о качестве часто забывают. Единственный ясный целевой показатель для администрации – это обеспеченность квадратными метрами. Но количество квадратных метров не определяет качество жизни на самом деле. Потому что если ты живешь в черт знает где, где ты выходишь на улицу в агрессивную среду, и ты не знаешь, куда тебе деться, и тебе надо два часа ехать еще до центра города, то живи ты хоть на 50 метрах. Кайфа от этого немного. Порой лучше жить на 15, но в центре. И то, что упор делается исключительно на жилье эконом-класса, это, конечно, беда для наших городов. Потому что возникает масса хлама, по большому счету, которая перерастает в проблему в течение 15-20 лет. И опять-таки это фактор неустойчивого развития города. Сейчас мы эту проблему решили, а нашим детям придется мучиться со всей этой историей. Равно как нам, там через 5 лет придется мучиться с панельными домами, которые решили проблему ненадолго совсем. Этот фонд огромен. То есть там более 80% фонда жилого в нашей стране составляет вот это массовое домостроение. И оно приходит в негодность просто безумными темпами. В Хрущевке они уже встали на повестку. Их 50-летний срок прошел. А то, что касается второй волны, там, девятиэтажек, они тоже не все столетний резерв имеют. И даже те, которые столетний резерв имеют, реально они морально устаревают. И, в общем-то, эффект воздействия этой среды, он по большому счету негативен для развития города. Поэтому тут не только износ физический, но и моральный износ имеет серьезнейшее значение. Потому что качество среды определяет качество населения, живущего в городе. В Омске ведь есть отток, я думаю, населения квалифицированного. А неквалифицированные кадры приезжают, чтобы хоть как-то здесь обосноваться и найти убежище. И то, что строится, это убежище, а не качественное жилье. Поэтому достойный человек, он предпочитает достойную среду. И, конечно, стратегия городского развития, она должна учитывать качество населения. То есть должны быть не только неимущие, но и люди, которые могут обеспечить импульс развития города, интеллектуального развития города. Новые технологии, новые производства, новые сферы бизнеса. И за этих людей нужно держаться, за этот творческий класс. Очень правильно были сформулированы ключевые образы того, что происходит на рынке недвижимости. Сегодня, посещая другие регионы, мы наблюдаем проекты, которые строятся застройщиками, в том числе теми застройщиками, которые строят во многих регионах нашей страны, в том числе и в нашем регионе. Мы видим, что в других регионах они строят другое жилье, другого качества, более высокого. Это действительно полномасштабные комплексные освоения территории с более высоким уровнем комфорта проживания. К сожалению, в Омске такие проекты они почему-то не реализуют. Наверное, здесь нужно эту проблему разделить на две большие составляющие. Первое, это все-таки наша муниципальная политика в части контроля за тем, что строится, а соответственно одобрение, согласование проектов, которые реализуются в Омске. И здесь, мне кажется, нужно в целом формировать политику в части тех проектов, которые мы готовы принимать на своей земле, готовы давать разрешение на строительство этих проектов. А в чем проблема? Я вот не понимаю, сейчас я вас перебью. Приходит застройщик, который, как вы говорите, действительно в других городах, ну хорошие, современные комплексы возводят с ограниченной этажностью. В Красноярске есть вот замечательный пример, там сейчас делают комплекс, там этажность ограничена 5-8 этажей, там и торговая зона предусмотрена, и парк с различными там площадками для спорта. Квартира идут с отделкой под ключ, цена не очень высокая. Вот приходит такой застройщик к нам в город, а ему что, говорит, нет, нет, спасибо, нам не надо, нам нравятся такие невзрачные новостроечки. Конечно же, это не так. На самом деле, когда инвестор приходит в город, он смотрит на земельный участок. А что это собой представляет земельный участок? Он смотрит на документацию. Если к этой документации приложен инвестиционный паспорт объекта, где четко муниципалитетам сформулированы критерии требования того, что должно быть на этой территории в соответствии с генпланом развития города, с ведением муниципалитета, тогда он это учитывает в своих проектах, и эти проекты появляются, как вы сказали, в других регионах, красивые, каскадные, с учетом ландшафтной специфики. Тогда это реализуется в последующих проектах именно в таком формате. Если мы встречаем просто, когда вы поучаствовали в аукционе, получили земельный участок, вы получаете только лишь кадастровый паспорт, и возможность прийти на городсовет для утверждения уже проекта, и никаких больше рекомендаций почти, кроме, может быть, названия городзоны, вы больше ничего не получаете. Вот тогда вы уже что делаете? Вы формируете проект по какие требования? По требованиям бизнеса, максимальная доходность. Ну да, то, о чем Альберт Михайлович говорил. Альберт Михайлович, вы согласны с тем, что у нас, получается, в городе нет никакого понимания, какое должно быть жилье, где оно должно располагаться? И принцип такой, строите где-нибудь, лишь бы... Я так категорично не стал говорить, обижая своих коллег-зодчиков, они борются за качество среды. Но все же таких жестких правил застройки и такой жесткой городостроительной политики, ориентированной на, прежде всего, индивидуальное жилищное строительство, чтобы создавать уникальный образ нашего города, пока нет. Поэтому действительно давляет коммерция, нежели архитектура. Мы, по существу, и испортили качество этих элитных площадков, площадок, застроив типовые, чемоданные архитектуры домами. Какие вообще варианты есть, чтобы это исправить? Вот, например, Москва в 2016 году собирается вводить критерии. Предполагается, что разрешение на строительство будут получать только те, которые будут соответствовать следующим требованиям. Этажность от 6 до 17, возможность свободной планировки квартир, выразительные фасады и открытые благоустроенные пространства вдоль фронта застройки. Нам что нужно прописать? Какие нам нужно выставить критерии, чтобы были? Мы уже давно говорили, что нужно принять, по примеру города Москвы, свой законодательный акт, Городостроительный кодекс региона, области и Городостроительный кодекс города, муниципалитета, где четко сформулировать вот эти параметры застройки, требования к согласованию полномочия главного архитектора области и города. И тогда, конечно, мы сможем, не нарушая федеральное законодательство, каким-то образом регулировать на законодательном уровне вот этот процесс. Максим Александрович, вы как считаете, что необходимо нам прописать, чтобы, как вы уже говорили, приходил застройщик и понимал, что здесь я могу сделать что-то хорошее, что-то действительно красивое, как происходит в других городах? Мы сказали, что представляются, допустим, в центре города лакомые площадки. Давайте выразим это в рублях, и тогда будет понятно, что мы конкретно представили и что на это в перспективе заработает застройщик. И тогда мы можем четко сказать, какой дополнительной миссией мы можем его дополнительно нагрузить. Вот какие объекты мы можем попросить его построить, чтобы они сформировались. Там малые формы или там социальные дополнительные объекты. Мы тогда будем это видеть очень пристально и отчетливо. Мне кажется, что здесь нужно очень серьезно прорабатывать как раз инвестиционные паспорта для конкретных территорий, для конкретных земель. И в них как раз делать пилотные расчеты, возможно, вместе с застройщиками, которые мы привлекаем, для того, чтобы разработать вот эту вот обоюдную концепцию, социальную концепцию, архитектурную концепцию развития территорий, конкретных кварталов, фасадов и районов. Мы уже на целом ряде мероприятий говорим об этом, записываем это в резолюции, направляем это в органы власти для того, чтобы такой документ появился. И даже у юристов есть очень четкое мнение, что он будет носить первоочередной характер по сравнению с документами нормотворческими федерального уровня, ибо об этом есть норма в Конституции. Допустим, в Тюмени есть очень интересный опыт, они сформулировали очень четко требования и критерии, сколько и каких коммерческих объектов муниципалитет рекомендует, чтобы было на данной территории. И это просто рекомендация. После разъяснения данной рекомендации более 80% всех застройщиков переработали свои проекты и сделали в соответствии с данной рекомендацией абсолютно добровольно, просто поменяв свои планы в соответствии с задачей муниципалитета. Это нормальный процесс, который наверняка можно достичь вместе сообща. И, соответственно, город в целом получил более комфортный комплексный застрой. Но, опять же, эта задача, она сформулирована, наверняка была, исходя из потребностей, исходя из анализа того, что происходит в городе. Это ведь тоже важная вещь. Да, и такой анализ действительно был сделан. Привлекались специалисты по урбанистике. Они сделали такой анализ именно для города Тюмени. И это легло в основу вот этой градостроительной политики. Сейчас уже завершая программу, предлагаю еще один сюжет посмотреть. Из Амстердама. И после этого мы буквально несколько минут поговорим все-таки о такой теме, как социальное жилье. Потому что Голландия и Амстердам – они признанные лидеры в строительстве социального жилья. Северная Венеция, Амстердам – это тысячи мостов, сотни каналов и десятки островов. В городе, где веками отвоевывали земли у моря, привыкли планировать буквально каждый сантиметр земли. Исторически принятая здесь компактная блокированная застройка строго контролировала ширину фасадов и вытягивала дома вверх. Главные качества современной архитектуры – это безопасность, экологичность, выразительность и доступность. Это новый престижный жилой квартал в центре Амстердама. 500 современных квартир рассчитаны не только для состоятельных людей. Здесь 30% социального жилья, которое сдается в аренду студентам, пенсионерам, многодетным семьям. С 1901 года у нас действует закон о жилье. И мы всегда соединяем под одной крышей квартиры для обеспеченных и неимущих. Это залог гармоничного развития. Сейчас в Амстердаме 60% жилья является социальным. В ближайшие годы эта цифра снизится, но не упадет ниже 50%. Такое жилье квартирой 60-80 квадратных метров получают люди с небольшим доходом. Плата за него не должна превышать 600 евро в месяц. Улучшение качества жилья – новый курс государственной политики. В Амстердаме приняли программу развития до 2040 года. Предполагается, что через 35 лет город вырастет, но не расползется. Компактность по-прежнему – главный принцип. Этот новый жилой комплекс – пример того, как одно здание меняет целый район. Этот дом, где есть и социальное жилье, и пентхаусы, построили на месте 170 снесенных панельных зданий, похожих на советские хрущевки. Итак, социальное жилье у нас, насколько это все реально, учитывая, что строительство муниципального жилья – это в России такие немногочисленные примеры и немногочисленные прецеденты. Насколько вот эта политика могла бы сделать жилье доступным? Арендное жилье – это тоже один из путей. Кстати, в Омске был очень хороший опыт строительства доходных домов. Вот один из доходных домов на улице Орженикицы. Там были апартаменты, первые этажи были отданы под ясли детские сады. На мансарде это были мастерские для художников, объекты питания и так далее. То есть вот такая градостроительная жилая единица, она может быть реализована. Именно доходные дома, именно арендные дома – это тоже решение социальных вопросов. Но социальное жилье, вы обратили внимание, что говорил заместитель декана, это не значит, что ущербное жилье. Так, да? Дешевое, это из панелей, которые слепили. Нет, социальное жилье – это предполагает государственную поддержку. Я думаю, что в этом направлении нужно и ориентировать бизнес. Мне кажется, что главная задача сегодня правительства Омской области и городского совета – именно ориентироваться, администрации города ориентироваться на создание вот таких вот домов в нашем городе, чтобы это была политика, которая была заложена именно вот тот документ, о котором мы говорили, градостроительная политика. Мы, если говорим о доходных домах, то подразумевается не распродажа этих объектов, а управление этими объектами. И поэтому ключевая, следующая фаза – это развитие системы управления жилой недвижимостью. Мы знаем, в какой сегодня находится ситуация у нас сектор ЖКХ. Вопрос ведь там как раз нерочительного управления, бесконтрольных вещей в управлении и некачественного управления жилым фондом. Поэтому вот здесь нужно очень серьезно, остро подходить, потому что у нас сегодня нет соответствующего развития, потому что нет соответствующей возможности доходности и нет качества управления в части жилого фонда. Ну да, это такая уже отдельная обширная тема, которая ждает проблемы. Вопросы нужно решать в комплексе, безусловно, в комплексе. И никогда не забывать, что эти вопросы также нужно решить. Можно мне еще затронуть один аспект? Ведь у нас уже сегодня есть то жилье, в котором реально не проживают собственники, которое выводится на рынок и которое сдается в аренду. Его можно сегодня рассмотреть как тот самый маленький, но существующий сегмент социального жилья. Этот рынок, я как профессионал могу сказать, не всегда является прозрачным. И на нем точно не описаны никакие правила и пожелания власти, как работать и жить на этом рынке. Поэтому бизнес там живет, ну вот как он считает это нужным, прибыльным и возможным для себя. Поэтому здесь очень важно опять же сформировать политику в отношении уже, так сказать, существующего фонда, который выводится на вот этот рынок в качестве социального жилья, и дальше ее развивать путем застройки соответствующих объектов. Но нельзя начать, ну перескочив вот этот формат правил управления жилой недвижимостью. Ну последний уже вопрос. Все-таки, Максим Александрович, как считаете, каковы перспективы создания этого документа? Ведь вы уже сказали, что неоднократно вы этот вопрос будировали, поднимали. И как считаете, есть ли шанс, что ситуация изменится у нас в городе? А если будет добрая воля, безусловно, тех, кто документы готовит, то есть структур власти, то этот документ будет создан в кратчайшие сроки. И мы, как профессиональное сообщество, как представители общественных объединений и представители бизнеса, приложим все усилия, чтобы этот документ поскорее разработать, запустить в работу, потому что он поможет всем нам развиваться и в том числе развиваться нашему городу. Альберт Михайлович, вы верите, что есть заинтересованность и будет такое? Безусловно, тем более сейчас формируется новое правительство. Я думаю, что это правительство конкретными программами должно выступить. И, конечно, составляющие архитектуры и градостроительства должны получить развитие. Ибо разработан был план социально-экономической стратегии, социально-экономическое развитие в области, но, к сожалению, там вопросы архитектуры, градостроительства, создания инфраструктуры и транспорт там упущены. Я думаю, что это реально дополнить этот документ вопросами, о чем мы сегодня говорили, социальное жилье, удешевление стоимости квадратного метра, вопрос архитектуры и градостроительства, потому что вопрос архитектуры и градостроительства – это основной инструмент создания необходимых пространственных условий для повышения качества жизни, что является основной задачей сегодня нашего правительства России, правительства Омской области и администрации города в целом. Ну что ж, наших экспертов я благодарю за участие в программе, а мы с вами увидимся ровно через неделю, в следующий вторник. Продолжим говорить о развитии Омска. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!